Тем временем в Якутии обсудили условия для успешной реализации в регионе федеральной программы «Цифровая экономика России». Программа, утвержденная в июле этого года, должна изменить повседневную жизнь, производственные отношения и структуру экономики. Переход в цифру требует новых подходов к коммуникациям, вычислительным мощностям, информационным системам и сервисам. Какие предпосылки для этого уже есть в Якутии, выясняла Юлия Михайлова. Артем, как и большинство жителей столицы, второй год оплачивает за коммунальные услуги через мобильное приложение. Это быстро и удобно. Нет необходимости ходить в кассу своей управляющей компании, как и во многие другие учреждения. В электронном виде якутяне получают сегодня 118 государственных и муниципальных услуг. На федеральном уровне в десятки раз больше. Благодаря волоконно-оптической линии связи коммунальщики с начала этого года регулируют подачу тепла в газовых котельных Намского района, прямо из Якутска. При этом граждане экономят на оплате за тепло. А автоматизация процесса только в одном районе позволила сэкономить ГУП ЖКХ 60 миллионов рублей. То есть, находясь в городе Якутске, мы дистанционно можем регулировать подачу или потребление тепловой энергии, исходя из наружного погодного регулирования. Это внедрено с прошлого года, и мы будем максимально стараться по всей республике. Приборы учета, например, мы с прошлого года уже взяли на обслуживание северные и дальние районы. Данные из Оленька одного из самых северных районов в Якутск поступают посредством мобильной связи по СМС. Автоматизировать процесс не получается из-за низкого качества связи. 25% жителей республики – это арктические и северные районы. Пользуются спутниковым интернетом с низкой пропускной способностью. Обеспечить весь регион равными возможностями доступа к широкополосному интернету – основе цифровой экономики. Задача не только самого региона. Вопросы, связанные с развитием инфраструктуры, нужно нам решать совместно с привлечением средств федерального бюджета. Сколько может сэкономить республика с реализацией программы, пока трудно подсчитать. Плюсы очевидны, но есть и определенные риски. У нас есть дизельные электростанции на севере, которые имеют обслуживающий персонал, например, каждый сам по себе по 12-20 человек. Если мы введем новые технологии, достаточно будет одного-двух операторов на этих станциях. И вот на этом можем с одной стороны экономить. Но с другой стороны возникает еще одна проблема после этого. Люди боятся того, что слишком много будет освобождаться людей. Но я думаю, что все эти вопросы параллельно будут решаться. Снизить затраты на ЖКХ показал опыт нескольких энергоэффективных проектов, реализованных в Жатае, в Намском, Устьянском районах. По итогам обсуждения на дискуссионной площадке, посвященной вопросам транспорта и ЖКХ, такие проекты решено объединить в один. Главная цель – добиться экономии для всех участников процесса, генерирующей компании, держателей сетей и потребителей. Каждый реализованный проект, оно в отдельности эффективно у потребителей, но возникают убытки у ресурсника. Чтобы этих перекосов не было, для этого мы сейчас будем реализовывать пилотный проект комплексного подхода, генерации, сети и потребителей. Интернет изменит работу всех отраслей экономики. Облачная поликлиника позволит узнать точный диагноз, не посещая кабинет врача. Автоматизируется управление производственными процессами. В промышленности многие виды работ будут выполнять роботы. Изменятся подходы по подготовке кадров в образовании. Чтобы программа «Цифровая экономика Российской Федерации» заработала в полную силу, разрабатываются более 50 законопроектов на федеральном уровне. В Якутии появится свой закон, учитывающий особенности северного региона уже в первом квартале 2018 года. Юлия Михайлова, Василий Слепцов, Григорий Охлопков. Якутия. День за днем.